говорит и показывает иерусалим если бы мы вернулись 2000 лет назад наверное все радио и телевизионные станции мира прислали бы своих представителей в наш город потому что в этот день иисус младенец был принесен в храм дабы предстать пред лицом бога нашего всевышнего а лука об этом пишет так ему было предсказано духом святым что не увидит смерти до кода не увидит христа господня это симеоник и пришло он по вдохновению в храм и когда родители принесли младенца иисуса чтобы совершить над ним законный обряд он взял его на руки и благоставил бога сказал ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром ибо видели очень мои спасение твое которое ты уготовал пред лицом всех народов свет просвещению язычников и славу народа твоего израиля иосиф же и матери его удивились сказанному о нем и благословил их симеон или шимон на иврите и сказал марии матери его все лежит сей на падении на восстание многих в израиле и предмет пререканий и тебе самое оружие пройдет душу да откроется помышление многих сердец и тут была также анна пророчица дочь фануилова от колена сырого достигшая глубокой старости и прожив с мужем от детства своего семь лет давали от восьмидесяти четырех которая не отходила от храма постом и молитвой служа богу день и ночь и она в то время подойдя славила господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в иерусалиме и так иисуса приносят в храм почему да по той самой причине что и мария и иосиф были праведны как собственные елизавета и захария в соблюдении закона мы говорили с вами уже о том что быть праведным в соблюдении закона не значит не нарушать закон а значит даже нарушив его исправить соделанное по требованиям того же самого закона то есть человек согрешивший обязан был принести тельца или голубя в жертву и тем самым исполнял закон как бы корректируя свою собственную несостоятельность не к спасению но к выхождению в боге а сейчас мир приходит иисус который дан как раз на спасение дабы устроить в эту стену которая была между господом богом и людьми и так иисус принесен в храм и первое что надо сделать надо представить его перед господом богом но надо принести жертву кстати вам никогда не приходило на ум почему мария зачавшая от духа святого и не грешившая по крайней мере в том что принесла в этот мир ребенка тем не менее мария должна была принести жертву ну вы скажете это жертва благодарственная или вы скажете это жертва мирная или это жертва благоухание нет нет дорогие мы текст делает это абсолютно очевидным что жертва как собственно и потому что она приносила жертву это была жертва за грех но ведь нету греха в том чтобы родить мир мессию человек греховен по своей сути и так мария приносит жертву за грех за грех с его человечеством за грех с нашей с вами плотской природы и в этом нету не иудея не елена не раба не свободного не мужчины не женщины неправедного захарий не неправедного менасии потому что все согрешили все когда говорит писание она имеет ввиду всех и все лишенные славы божьим но то как мария приносит жертву и что именно она приносит жертву говорит о смиренности ее жизни и недостатки материальном которые испытывала семья иисуса и иосиф и мария во время рождения нашего господа воистину самое лучшее что мы можем дать этому миру далеко не всегда происходит из нашего достатка как раз наоборот очень часто господь бог принимает дары нашей души и не обращает внимание на материальное оформление важно что идет из нашего сердца и мария приносит двух малых птиц если мы обратим внимание на требования закона то мы увидим что господь бог предполагая что будут бедные и очень бедные люди он принимает такой дар с благодарностью с другой стороны это говорит нам о том что супружеская чита которая не нашла места в гостинице которая должна была рождать своего сына в яснях которые ему первые одежды это были одежды предназначенные для погребения и так далее приносит жертву минимально что она что вообще требуется законом но максимальное что они могут предложить господу богу для этого есть еще другой может быть символический смысл у исаи в 11 главе первом стихе говорится что дом давида уменьшится до того уровня каким он был во времена и сея с другой стороны амос 9 глава 11 стих говорит нам о том что дом должен быть уменьшен я имею ввиду дом давида должен быть уменьшен до размера скини или на иврите кущи или до размеров чего-то абсолютно незначительного которое вырождается вернее выражается вот именно в этом в этой непритязательности даров непритязательности места рождения нашего господа и так они приносят в жертву вот этих двух малых птиц и шимон или как мы читаем русском варианте симеон провозглашает иисуса спасителем здесь есть игра слов которая доступна ивритоязычному читателю писания ибо иисус мессия это ешуа машиах ешуа это имя иисуса на иврите а ешуа значит спасение поэтому когда он говорит что видели очень мои спасителя и имея ввиду ешуа он естественно подразумевает игру слов между спасением что ешуа и именем которые родители дали иисуса чем он говорит о том что симеон говорит о том что рождение иисуса должно повлечь некие разделения в народе и здесь же присутствует хана или она если хотите а пророчица которая а уже сто лет почти она старая женщина которая тоже дожила этого времени но что нам интересует пожалуй любозно факт для любознательных да вот часто у меня спрашивают а куда делись десять колен израилевых вопрос а не праздный потому что мы знаем что после разделения израильского царством на 2 северная оси вы которая была захвачена сирийцами и южная со столицей иерусалиме вроде бы как бы 10 колен исчезла и сегодня бесчисленные попытки найти эти десять колен кого только не называли претендентами на этот трон десяти колен здесь же и афганские талибы здесь же и выходцы из грузии здесь но естественно великий русский народ как без него понятное дело что все может быть ничего не может быть из такого чего не может быть но давайте обратим внимание на два интересных факта прежде всего нам известно что после захвата а сирийцами северного царства население иерусалима увеличилась увеличилась буквально на треть то есть мы знаем что многие спустились из сирийского из северного царства и пришли в иерусалим как бы не оставляя камня на камне от теории об исчезновении десяти колен более того мы знаем что а сирийцы тоже оставили огромное количество людей на месте северного царства которые до какой-то степени перемешались местными народами но никогда не прерывалась это цепь десяти колен но если этого недостаточно давайте обратим внимание на текст который мы почему-то сознательно опускаем и так нам говорится что хана или она столетняя старушка она была из колена а сирома но как же это возможно если это колено было утеряно ведь если же мы знаем очень хорошо что в храме хранились родословия всех естественно иисус должен был прийти в этот мир до разрушения до разрушения храма дабы родословия которые хранились храме могли быть подтверждены и таким образом подтверждены его претензии на трон мессии но наряду с этим важнейшим элементом также хранились безусловные родословия той самой анны пророчицы которая здесь была она как раз происходит из колена асирова поэтому вывод помимо радости которые мы имеем представление господа перед троном отца всевышнего давайте успокоимся и перестанем искать то чего искать совершенно не надо это что господь бог явит в свое время десять колен никуда не терялись никуда не пропадали и даже если они исчезли из нашего видения из нашего ведения то они наверняка были есть и будут всегда в планах божьих и перед его глазами дабы в последние дни которые описаны в послании к римлянам в одиннадцатой главе когда сказано что весь израиль спасется числе их могли быть из колена дана из колена асира из колена и иуды давайте предоставим господу богу заботиться о его пасте тв семинаре благотворительный проект наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру поддержите наш проект молитвы и финансы информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте тв семинаре точка ком ищите нас поисковых системах по запросу тв семинаре